Наполеон с красной рыбой Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Сегодня приготовим закусочный Наполеон с красной рыбой. Будет фантастически вкусно и очень эффектно. Поехали! Займемся коржами. Нам понадобится 4 яйца, по 50 граммов кукурузного крахмала и муки, 1 чайная ложка сахара и хорошая щепотка соли. В белки добавляем щепотку соли и взбиваем. Постепенно вводя сахар. Когда белки взбили, добавляем в желтки еще небольшую щепотку соли и растираем их. Теперь добавляем немного белков, чтобы у нас была возможность вымесить тесто с мукой и крахмалом. Аккуратно все это перемешиваем. Сейчас часть белка, конечно, у нас осядет, но это ничего страшного, главное, чтобы остальной белок был нормальным. И аккуратно вводим белки, перемешивая их вот так снизу вверх. Отправляем тесто на противень и запекаем минут 10 при температуре 180 градусов. Очень быстро он схватится, потому что слой тонкий. Вот такой светлый корж у нас и должен быть слегка золотистый. Даем ему остыть на решетке. Когда корж остынет, аккуратно снимаем бумагу. Лучше брать вот такую силиконизированную, от нее все отстает вот прям на ура. Размер моего коржа 60 на 40. Я разрезаю его пополам и, используя бумагу для выпечки, на которой выпекала коржи, использую как лекало, прикладываю и разрезаю. И эту часть тоже пополам. Коржи получились тонкие, но очень воздушные. Займемся начинкой, для нее нам понадобится по 100 граммов сыра, крабовых палочек и красной рыбы. Кстати, рыбу можете брать любую, горбуша здесь тоже отлично подойдет. Икра моевые 150 граммов, пару яиц и 60 граммов майонеза. В икру добавляем майонез и хорошо перемешиваем. Получится у нас такой соус, еще более нежный. Нижний корж промазываем соусом. Сверху на крупной терке натираем крабовые палочки. Сверху накрываем вторым коржом, который тоже хорошо смазываем соусом. Сверху на мелкой терке натираем сначала слой яиц, а сверху слой сыра тоже на мелкой терке. Третий корж, который тоже промазываем соусом. А на этот слой выкладываем красную рыбку, порезанную ломтиками. Сверху накрываем четвертым коржом, какую-то плоскую поверхность и где-то груз с пол килограмма сверху водружаем. Оставляем для спрессования такой пропитки хотя бы часа на два. Коржи уже пропитались очень хорошо и займемся моей любимой частью украшения. Я взяла творожный сыр, добавила столовую ложку сметаны и сейчас перемешаю до однородной массы. Творожного сыра 200 граммов, столовая ложка сметаны, это столовая ложка. Украшаем торт по своему вкусу и по своим возможностям. Все, что есть в холодильнике, будем использовать. Сейчас аккуратно промазываем, мне очень плохо сейчас так видно, но мне гораздо важнее, чтобы видно было вам. Аккуратно промазываем бока и вверх тоже покрываем слоем такого крема вкусного. Я очень люблю творожный сыр, он прям идеально подходит к закусочным тортам и сохраняет свой цвет, текстуру длительное время. Даже завтра он не будет так вот вести себя как майонез, а будет свеженьким и красивым. Для начала я возьму свекольные листочки, они очень эффектные, красивые, яркие. И вот так вот разложу их, определяя нашу такую вот дорожку на торте. Дальше будем использовать веточки рукколы. Где-то покороче, где-то подлиннее. Такой вот хаотический, творческий беспорядок, я бы сказала. Но получается уже красиво, интересно. Из оставшихся кусочков рыбы делаем небольшие такие цветочки. Есть у меня еще петрушка с яркими такими листочками. Заполню ею пустоты. Вот у нас уже практически готовый торт. Остатки крема я отсажу вот такими цветочками. Можно взять любую насадку, какую вы хотите. Сделать любой декор. Режем такую красоту легко и непринужденно. Нож идет как по маслу. Получился самый настоящий торт. Вкусный, ароматный и очень нежный. Нежные коржи, ну а начинка прям действительно морское блаженство. Сочный такой яркий соус. Я думаю, он придется по вкусу вашим гостям. С вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Давайте завтра что-нибудь новое украсим. Замечку. Осенье часа. Белая комиссия. Кого тв��я мыла? Нежный финанс. Продолжение следует...